Этого момента лучшие из лучших выпускников Гродненщины ждали с нетерпением, ведь они не один год плодотворно трудились, чтобы получить заветные 100 баллов. В нынешней вступительной кампании сертификатов с такой отметкой удостоены 246 абитуриентов Гродненской области. Кто-то по итогам централизованного экзамена, а кто-то по результатам централизованного тестирования. Достойно прошли все испытания элитские выпускники. В их копилке 41 стобальный результат по централизованному экзамену и 13 наивысших отметок на централизованном тестировании. Мне очень приятно, что в этом году у нас особенно хорошие результаты получились по результатам и централизованного экзамена, и централизованного тестирования. Я, как председатель областной комиссии по контролю за ходом вступительных испытаний, свидетельствую о том, что эти результаты получены в равной условиях, в равной борьбе, потому что для всех были созданы во всех пунктах проведения и централизованного экзамена, и централизованного тестирования все условия, которые предусмотрены при соблюдении всех норм санитально-эпидемиологических, противопожарных, ну и, безусловно, равные условия для того, чтобы продемонстрировать свои знания. К сожалению, в этом году у нас пришлось два человека удалить во время проведения централизованного тестирования, но, тем не менее, это не повлияло на конечный результат. И у нас более 240 человек получили стобальный результат в целом по области, а некоторые сумели получить по трем предметам и даже набрать 400 баллов в итоге. За это, конечно, свидетельствует о том высоком уровне образования, который дается школьникам нашей области. И очень отрадно то, что эти стобальные результаты получены не только в гимназиях и школах высокого профиля нашего областного центра, но и в районных центрах. И, в частности, стабильно высокие результаты, как показывают в прошлые годы, и нынешний год в том числе и показывают наш Лида. Это тоже очень радует. Нынешняя вступительная кампания стала абсолютно успешной для трех литчанок. Выпускницы 16-й литской школы Полины Дычек и выпускниц гимназии номер один города Лиды Ксении Саботковской и Ангелины Ложко. Они набрали 400 баллов из 400 возможных. Теперь, без сомнения, перед ними открыты все дороги. Максимальный результат – это счастливый случай, подкрепленный уборным трудом. Поскольку весь этот учебный год я занималась только подготовкой к экзаменам, я уделяла тому очень много сил. И, наверное, мне помогали такие качества, как усидчивость и терпение. Я думаю, что это очень важно в подготовке к централизованному тестированию. Я сдавала русский язык, общество ведения и истории Беларуси. И собираюсь поступать на факультет журналистики Белорусского государственного университета. Я сдавала централизованный экзамен по русскому языку и по химии, и ЦТ по биологии. Поступать я планирую в Белорусский государственный медицинский университет. Ну, и для этого, соответственно, я сдавала химию с биологией. У меня не было целью набрать 100 баллов, ну, 400 баллов. Я хотела, ну, моя мечта стать врачом, поэтому я хотела набрать такое количество баллов, чтобы мне хватило поступить в университет, который я задумывала. Теперь, получается, да, все дороги открыты, ощущения неописуемые. Понятное дело, когда ты видишь, у тебя 100 баллов первый раз, второй раз, третий раз, и потом понимаешь, что теперь ты поступаешь туда, куда ты хочешь, с легкостью, то это, конечно, восторг, шок, радость, 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 радость. Уже сегодня высшее учебное заведение Белоруссии начали прием документов от абитуриентов. Пока кто-то мониторит сайты вузов с целью определиться с местом получения образования, те, кто набрал максимальное количество баллов или близкое к ним, могут себе позволить расслабиться, потому что уже наверняка знают, они станут студентами того университета, которого пожелают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!